Штиль сменился наплывом желающих поставить вакцину от ковида. Переполненный геомаркет писали в соцсетях в конце октября. Желающих привиться или получить заветный пропуск стало много. В Барнауле открыли дополнительные пункты. Забавно, но факт. Пройти в торговый центр «Весна» без QR-кодов могут те, кто направляется за прививкой. Две вакцины у нас двухкомпонентные. Это Гамка Витвак, Спутник Ви и Эпивак Корона. И Спутник Лайт. Однокомпонентная вакцина показана для пациента, перенесшей новую коронавирусную инфекцию и для ревакцинации. В очереди больше молодежи. Предпочтения также отдают Спутнику. А почему Спутник? Ну, там рандомный выбор или специальный выбирали? Ну, все бьет, поэтому. А в пункте диагностического центра сейчас популярна Лайт-версия. Для сравнения, за три месяца работы здесь поставили 1187 вакцин Спутника Лайт. В то же время первичные дозы Гамка Витвак – 2500, вторичные – почти 2000. 2 августа у нас в день проходило где-то 25-30, ну, до 40 человек. В сентябре не было увеличения числа пациентов, даже было снижение. И в август, и в октябре уже начался ажиотажный спрос. На мой выбор повлияло то, что у меня жена беременна, и из-за этого то, что не пропускают никогда. Ну, многие знакомые болели тяжело, поэтому решили сами. Летом мы были на изоляции, самоизоляции в саду, поэтому. А сейчас время пришло, надо. Возможно, от того, что вирус протекает быстрее и тяжелее, по указу губернатора, дополнительные выплаты теперь положены и вне красных зон. Тот, кто осматривает человека перед прививкой двухкомпонентным препаратом, получит 55 рублей за пациента, однокомпонентным – 110. По той же схеме поддержку окажут медсестрам, которые ставят прививку, и тем, кто вносит данный человек в реестр. Ну, риск есть. Как бы мы думаем, что, конечно, идут условно здоровые люди, хотя мы понимаем, никто у нас не застрахован. Человек перед вами идет новый. Нужно узнать его анамнез, нужно быть внимательным. Ты подписываешься под человеком за какие-то возможные последствия. Сейчас возникают вопросы, нужно ли прививаться повторно через полгода, если сертификат действует год. Ответ – эпидемиолога. Система выстраивается, поэтому пока нужно. Я сама повторно прививалась. У меня пришел в госуслуг точно такой же сертификат. Он действителен в течение года. Пока сегодня это разные вещи. Как будем прививаться и сколько действителен сертификат. Удивительно, но все, с кем мы сегодня пообщались, ставят вакцину впервые. И уверены, что до этого коронавирусом не болели. Почему так долго шли? Вам честно ответить? Ну, давайте честно. Ну, на работе заставили. На работе? Да. А вы сами как относитесь к этому? Я уже настолько устала от этого всего, поэтому мне же все равно. Пусть уже поставят и не будет проблем. Сколько продлится эта волна желающих, сказать сложно, но прямая зависимость от ограничений с QR-кодами прослеживается. Роспотребнадзор заявляет, в Барнауле уровень коллективного иммунитета составляет почти 70%. До положенных 80 рукой подать. Но сколько среди сертификатов подлинных документов – вот это вопрос. Анастасия Драган, Алексей Ферезин, День с толком.